Всем привет на канале Эрик Нестеров, Брест. Сегодня как бы видео у нас относится к блогу и анекдота не будет, сразу говорю. И как бы посвящен этот ролик будет нашему дяде Толю, как все поняли, да? Ну уже кто на рации, тот в курсе, что случилось, что дядя Толя у нас сорвался и уже неделю в Каматозе, как говорится, пьет. Что нужно этому человеку, я не знаю. Все, что было в моих силах, я сделал. То есть вытащил его из пьянки. Четыре месяца он не пил. Как бы за эти четыре месяца он обрел свою популярность. Многие его знают, многие его уважают. Пока говорю это в настоящем времени, не в прошедшем. То есть очень обидно, что так все произошло. Как бы мне. Тем более это удар как бы в спину, можно сказать. Ощущение. Вот настроение такое, чтобы могли понять. Ну, просто как будто бы откусили руки. Такое. То есть дядя Толя, я его уважаю. Для меня он, хоть и прикалываюсь я там над ним, да? Ну, прикалываюсь я, как бы, прикалываюсь, не издеваюсь. То есть у него юмор, как бы, хороший тоже. Ну, и сделал я попытку, конечно. Вот я никому не говорил. Не хочу его припозорить. Просто хочу внести ясность. Многие говорят, что Олег, видео не снимаешь там. Ну, так получилось. Дядя Толя, беда у нас. Три дня он у меня дома жил. То есть дети его обхаживали. Водички, хирички. Пытались вытащить. Не получилось. То есть он не понимает. Давала ему шансы. Говорит, Олег, не пей. Каждое утро он приходит. Каждое утро он с Будунища. Спотыкается. Все падает. Как бы, камеру вот разбил. И уже там, и фен. Много. Все из рук валится. Работает ужасно. Как бы, ну, вот как можно посмотреть. Сейчас включу кадр. Посмотрите, что делает пьянка с человеком. Как вот он вообще ведет себя на рабочем месте. Канистры здесь. Да. Самый трезвый человек. Уже две минуты, Толик, ты втыкаешь уже. Что, дырки маленькие? Снайпер. Ну, а теперь смотрим, Толик. Вот первый тест на твою трезвость. Вот ботинки у тебя. Ноги вместе сделай. Как ты их отдел? Левый на правый, правый на левый. Тебе не жмет нифига, да? Нет? Удобно все, да? Ну, конечно. Травомативно. Ну, и как можно увидеть, человек не в адеквате, да? То есть, что нужно этому человеку? Я просто не могу понять. Работа у него была, деньги у него были, зарабатывал он неплохо. То есть, ну, поставил я ему условие, что вот, дядя Толя, хочешь петь? Пить. Пей. Не хочешь? Исправляйся. Как бы об этом уже говорили и на рации, да? Как бы народ его поддерживает. Все за дядю Толю. Как бы дядя Толя дал обещание не пить. Можете посмотреть. Сделай-ка нам заявление, что ты мужское слово даешь, что ты завязываешь. И мы... А лучше всего видеообращение пускай сделает к нам. Сделай. Да, лучше видеообращение. Дайте залезу, ребята. Ну, давай всем на камеру. Больше пить не буду. Ребята, полная жопа. Ну, выпил, сорвался. Ну, стыдно, обидно, досадно. Скажи, что больше пить не буду. Даю слово, что... Ну, как дать слово? Каждый сам понимает. С сегодняшнего дня ты не пьешь, скажи. Да. Чего да? Не пью. Слово мужика? Слово мужика. Все. Я тебя несколько раз бросал. Ну... Не волнует, сколько бросал. Все. Ты не пьешь и... Как только отходишь через два дня, мы с тобой едем делать укол. Правильно? Найди крышку. Правильно? Правильно. Скажи, все, обещаю. Все правильно, обещаю. Смотри, на весь мир сказал. Ребята, я бросаю пить, перед всем миром говорю. Больше не буду так делать. Больше не буду так. Ты хочешь к нормальной жизни вернуться? Да. Точно? Да. Смотри, я тебя прощаю в последний раз. Ты обещал перед всеми. Понял? Не знаю, насколько искренне эти обещания. Может, просто так, чтобы лишь бы отвязаться, да? То есть, прошу не судить меня на то, что я выставил это видео. Просто хочу показать, как отличается трезвый человек от пьяного. Нужно ли вам это вообще? Может быть, у вас есть такая проблема с пьянкой, да? Может быть, он и справится, не знаю. Может быть, я надеюсь на это. Как бы человек, он хороший. Просто слабый. Но для того, чтобы исправиться, для того, чтобы лечиться, никто тебя, никто тебе, понимаете, волшебной палочкой не махнет, и все, ты не пьешь. Человек должен быть готов к этому. Человек должен здраво рассуждать. Нужно ли это ему? Помойка ему нужна? Или нормальная человеческая жизнь? Ведь вы же... То для вас, кажется, вот вы выпили для этого в порядке вещей. Вы приходите домой, от вас несет перегаром, мало того, что вы неадекватно, может, себя ведете, да, даже если вы там добрый. От вас несет за километр вот этим вот перегаром. Вы начинаете меньше мыться, от вас несет бичом, блин. Вообще взбечевываетесь, понимаете? Родные это терпят, родные это нюхают. Но всегда есть какая-то грань, за которую не стоит заходить. У родни тоже терпение может кончиться. У детей появится отвращение к родителям. То есть к вам, у жены, жена тоже долго не будет терпеть. Она или умрет, так же, как наши родители, или разведется в лучшем случае. И это будет лучший вариант, если вы не понимаете. То есть, а если вы не готовы, за ручку вас никто не поведет, никто вас не спасет. Если вы попали в эту яму, вы из нее не выберетесь. Если вы дебил. А я считаю, если человеку дали шанс встать на путь истинный, дали шанс стать человеком, человек вот и популярность какую-то приобрел, да? И все у него есть. И телефон он себе купил. Ну, это телефон мелочи, конечно. И деньги у него всегда были в кармане, что-то купить. И сигареты он может сам себе купить, понимаете? И сок, и мясо, и что хочешь. Ну, а сейчас что у него? Где бы взять на бутылку водки, да? В лучшем случае. У других это волокордин или пустырник. Что-нибудь такое, чем можно накочегариться. Это позорище вообще. Если вы вообще сами себя считаете человеком, если вы хотите им стать, если вам тянут руку, не кусайте ее. Не надо ее кусать, надо пытаться, надо помогать. Да, если у вас не получается, ну, подойдите еще, скажите. Да, меня тянет выпить, давай как-нибудь отвлечемся. Я говорил Толя, я говорю, Толя, ну, будет тебе хреново, приходи ко мне, посиди. Пойдем в кино, сходим, развлечемся, просто среди толпы побудем. Нет, не хватает человеку. Прошу, как человека, не понимает. Понимаете, когда человек деградирует. Вот, бич, он выходит на улицу, да? Ну, первое, что, он все дома пропил. За квартиру не платит. Пошел ком скатываться. Вот этих мелких неприятностей, которые потом, большой снежный ком, и они катятся. Не выплаты за квартиру, долги. Отбирают квартиру, улица. Есть нечего. Помойка. Общество, вот это, вши, клопы, санье, вот это вот, вонища от тебя. Презрение общества. Такой человек, никому не нужен, не думайте. Никто вас не пожалеет. И государству вы тоже не нужны. Лучшее место это вам на кладбище. Без таблички. Палка будет воткнута, номер такой-то. Вот и все. Никто вас не вспомнит, ни родственники, никто. Родственники только перекрестятся, что вы померли в ней, что избавили их от вашего общества. Нужно ли вам это? Жизнь не кончена ни в сорок лет, ни в пятьдесят, ни в шестьдесят. Всегда можно начать, и пусть десять лет. Да? Сколько там на ваш век осталось? Двадцать, тридцать, сорок. Но порадоваться жизни, порадовать окружающих, которые около вас. Если вам дается шанс, если вдруг вам встретился такой человек, который вам хочет помочь, не отталкивайте его, не кусайте ему руки. Если человек вам захотел помочь, значит, что он захотел помочь вам? От чистого сердца. Всегда можно выбрать себе путь. Две дороги. Одна в хорошую жизнь, а другая сбичеваться. Да, для таких людей, конечно, помойка, улица, это, как засада Серега говорил, это свобода. Он говорил это, что они так думают. Это не свобода. Это яма, из которой уже не вылезти. Вот надо сорок раз подумать, понимаете, сорок раз подумать, нужно ли вам это. Гораздо лучше, когда вы просыпаетесь, когда дети вам рады, да, жена рада, завтрак приготовила, вот, допустим, лезь, покушай, иди на работку, бутербродов там соберет, да, дети одежду тебе принесут, оденуты ботинки там и все. Встречают тебя с работой, папа пришел, да, они такой, папа пришел, все, пипец. Надо, чтобы вам радовались, чтобы вас ждали, чтобы людям было с вами приятно общаться. А такую жизнь выбирать себе. Я, конечно, не доктор, лечить вас не буду. Многие, многие политические чиновники, алкоголики. Я алкоголик, я этого не скрываю. Ну, я выбрал себе другой путь. Я знаю, что алкоголик, я к этому не притрагиваюсь, потому что, да, 50 грамм для меня это запой. Я просто, просто исключил, зачеркнул в своей жизни вот это дело. Мало того, что с 1 февраля решил бросить курить, не знаю, попробую. Но уже несколько раз бросал, не получалось. Но курением я никому не мешаю. Ну, относительно. Дома я не курил. Попробую бросить. Не подумайте. Деградировать? Если вы не деградированный человек, всегда можно остановиться, всегда начать жизнь по-новой. Поверьте мне, когда вы перестанете пить, у вас появится очень много интересов, у вас появится, у вас не будет лишнего времени, вот так вот я скажу. У вас найдутся занятия, вы постоянно будете чем-то заняты, вы будете радовать семью, прогуляетесь в парке, да и просто придете, знаете, как приятно прийти домой, и тебя ждут. Уж лучше, чем тебя постоянно пилят, чем к тебе относятся с пренебрежением. Ой, не знаю, слов у меня просто нету, нету слов. Будем надеяться, что дядь Толя исправится, то есть, ну, это по видео будет видно, исправился или не исправился. Будем надеяться на лучшее. Ну, еще всех призываю, подумайте, подумайте о своих семьях, прежде всего о семьях. На себя вы уже давно забили, если вы пьете. Подумайте о людях, которые окружают вас. И знайте, что они вас окружать все время не будут. Это точно. Вот вроде и все, что я хотел сегодня сказать. Вот такой не очень веселой ноте. Думайте, думайте, выбирайте помойка, яма, вши, обосранные, штаны обосранные, облеванные. Захлебнуться блеватиной своей. Да? Или все-таки жить как человек. Хотя бы быть похороненным по-человечески, чтобы о тебе помнили. Хорошо помнили, а не боялись. Женам всем, терпение. Исправляйте мужей. А если не справляются, бросайте их нахер. Не портите ни себе жизнь, ни детям. Вы еще молоды, и 50, и 60 лет даже. Это не факт для того, чтобы губить себя, детей. Да? Тем более, если у вас маленькие дети. Не понимает, бросайте. Бросайте. Это деградированные люди, которые не могут исправиться. Я вам честно говорю, бросить пить, это нетрудно. Свяжитесь со мной. Я вас веду к доктору. Я замечательный доктор. Если не совсем деградированный человек, 100%, он бросит пить. если вы хотите наладить семью. Если вы хотите наладить семью. Не хотите, бросайте нахер. Бросайте нахер. Если человек не понимает, все, ставьте крест на него. Иначе вы поставите крест на себе. Ну, а вам, мужики, советую задуматься. Такое, как бы, долго не будет продолжаться. Всем пока. До новых встреч. Дальше будет веселее. Субтитры сделал DimaTorzok